Уже в четвертый раз в нынешнем году журналисты пресс-службы корпорации ВСМПО «Ависмо» получают приглашение в резиденцию губернатора Свердловской области по очень приятному поводу. По поводу вручения государственных наград сотрудникам корпорации ВСМПО «Ависмо». 12 сентября фото и видеокамеры корпоративных средств массовой информации запечатлели моменты церемонии вручения государственных наград Российской Федерации и региональных знаков отличия, которую провел Евгений Куйвашев. Обращаясь к собравшимся деятелям уральской науки и культуры, медицинским работникам и педагогам, подчеркнул особую роль в развитии региона, которую играют металлурги. Сегодня металлургический комплекс Среднего Урала действует в весьма жестких и непростых условиях, обусловленных колебаниями валютных курсов, нестабильностью мировых рынков сырья и, конечно же, непростой международной ситуации. И тем не менее, успешно продолжается технологическая модернизация в области. Создаются новые производства, новые высокопроизводительные рабочие места. На своих рабочих местах солдинцы Виктор Попов и Сергей Фролов трудятся так, что у наградного комитета при президенте Российской Федерации не было сомнений. Представленные корпорацией кандидатуры достойны медалей Ордена за заслуги перед Отечеством. Корреспонденты при службе ВСМПО уже знакомы с Сергеем Семеновичем и с Виктором Петровичем, но, честно сказать, не сразу узнали их в торжественной обстановке, в нарядных костюмах и без привычных рабочих касок. Ведущего инженера-механика, руководителя группы корпорации ВСМПО «Ависма». Виктор Попов вполне уверенно чувствовал себя, подавая руку руководителю области. В копилке Виктора Петровича уже есть региональные награды, радость от получения которых он разделил не только со своей супругой, но и с товарищами по цеху номер 24, где трудится руководителем группы автоматизированного и электровакуумного оборудования. Я благодарен всем своим коллегам и считаю, что в этой награде и их труд. Благодарен коллегам за взаимопонимание и начальник Бюро компьютерного и электронного обеспечения цеха номер 30 Сергей Фролов, который также уверенно и достойно вышел в центр зала на губернаторском приеме. 12 августа Евгений Куйвышев наградил двух сотрудников корпорации ВСМПО «Ависма». Но в нашем репортаже будет и третий герой. Дорогие друзья, в знаке отличия за заслуги перед Свердловской областью мы вручим сегодня и известному юристу, опытному правоведу, крупному специалисту государственной и муниципальной службы Виктору Ательимоновичу Миронову. Виктора Миронова вполне можно назвать салдинцем, ведь именно в нашем городе он получил старт своей политической карьеры, возглавляя Салдинский комитет народного контроля и несколько лет работая в должности председателя исполкома Верхнесалдинского городского совета народных депутатов. Откликнувшись на просьбу нашего корреспондента передать привет салдинцам, Виктор Ательимонович заметно растрогался. Дорогие салдинцы, мне приятно в этот торжественный для меня день снова через телевидение встретиться с вами и вспомнить прекрасное время, которое я провел, работая на разных должностях в городе Верхняя Салда. Виктор Миронов оставил государственную службу, перешел на преподавательскую работу, сей разумное, доброе, вечное в юридической академии. В свою очередь поздравляю коллег, моих земляков с Верхнесалдинского металлургического производственного объединения, сейчас это корпорация ВСМПО «Ависма», которые тоже получили сегодня государственные награды. И передаю привет своим сослуживцам, коллегам, землякам, всем жителям города Верхняя Салда и Верхнесалдинского района. Я вам признателен в очередной раз и благодарен за совместную нашу с вами работу. В завершении церемонии губернатор Евгений Куйвашев пригласил награжденных на скромный фуршет, во время которого звучали тосты за процветание Урала и благополучие всех, кто составляет его золотой фонд. Всей души поздравляю вас с высокими государственными наградами. Это достойная оценка вашего вклада в развитие региона, в реализацию программ, направленных на повышение качества жизни уральцев. Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в работе на благо России и Свердловской области.